Всё это глубоко укоренилось в традициях нашего народа, с глубоким уважением и благодарностью относиться к тем, кто сражался за Родину. Наши воины, отстаивая интересы Отечества, всегда готовы проявить мужество и героизм. И мы не вправе забывать о тех, кто сложил голову в бою. Неравнодушные жители нашего района, представители общественных организаций, родственники бойцов, погибших в зоне СВО и те, кто продолжает сражаться за честь страны, все они собрались на памятно-мемориальное мероприятие в парке «40 лет Победы», посвященное памяти славянцев, отдавших свои жизни за Родину. В митинге приняли участие глава Славянского района Роман Синеговский и председатель Совета района Григорий Литовко. Более тысячи верных сынов сегодня нашего Славянского района принимают участие в специальной военной операции. Борются с нацизмом, борются за русский мир, борются за нашу идентичность, за нашу историю, чтобы мы с вами сохранились как народ, как русский народ. И мы сегодня преклоняем голову перед родными, близкими, перед матерями, отцами, кто вырастил таких детей патриотов, которые шагнули в вечность молодыми ради нас живущих. Для матерей они всегда живы. Давайте сделаем так, чтобы и для нас они были живы. Патриотизм, отвага и самопожертвование – эти качества в характере нашего народа. И славянцы, погибшие в сражениях СВО, проявили настоящую воинскую доблесть. А те, кто сейчас воюет с неприятелем, знают, что у них за спинами надежный тыл. История тысячелетней России показывает, что мы все равно победим. И все равно будет так, как мы этого хотим, а не так, как они хотят. И чем больше они нам мешают, тем будет хуже для них. И все равно мы-то своего добьемся. А мы добиваемся того, чтобы нам не мешали жить так, как мы хотим. Человек, который погибает за свою родину, он не может быть забытым. А мы же там воюем не за деньги, совсем не за деньги. Потому что там деньги не нужны. Просто, ну, я же сколько там нахожусь, деньги там вообще не важно. Там просто, когда ты знаешь, что у тебя вытащат пацаны твои. Там тушенка есть, хлеб есть, быка есть, все. Главное, чтобы были рядом. Даже у меня шеврон на боевой форме. У меня там, как девиз, не важно, кто напротив, важно, кто рядом. А если рядом пацаны настоящие, то всего больше ничего не надо. А тыл у нас просто, я уже сколько это самое, нам помогает администрация, нам помогают просто все. Памятные нагрудные знаки, благотворительность, милосердие, помощь были вручены женщинам, потерявшим самое дорогое, своих сыновей и мужей. Несмотря на трагическую утрату, они живут изо всех сил, поддерживая наших бойцов на передовой. Действительно, для нас это очень важно. Потому что эти сильные мамы, которые у нас, несмотря на потерю своих сыновей, перенесшие такое горе, они у нас собрали всю силу и помогают сейчас в зону СВО. Несмотря на боль, утраты, на горечь, они все делают для победы, для наших ребят, поддерживают наших воинов в зоне СВО. Ну а для меня, конечно, очень важно, что все эти семьи все вместе, что мы одна большая дружная команда. Очень важно, чтобы мы помнили, увековечивали и воспитывали в нашей молодежи патриотизм. Их деятельность многогранна. Плетение сетей, пошив одежды, изготовление окопных свечей, упаковка продуктовых наборов, сбор гуманитарной помощи и транспортировка груза в зону боевых действий – это лишь часть того, что они делают. Мама одного из героев гастомельского десанта, нашего земляка, погибшего в ходе специальной военной операции, кавалера Ордена Мужества Никиты Шевцова, была награждена памятным знаком. Их патриотический настрой, он с ними на всю жизнь и на все времена. Нам, как матерям, нам пришлось на данный момент пройти этот очень серьезный урок мужества. Этот урок мужества, который для каждой матери имеет поддержку. То есть, каждая из нас могла просто остаться дома, просто забиться в своей беде, в своем горе. Но, если бы не плечо, которое нам подставило наше общество под руководством Шумнова Елены Геннадьевны, нам действительно было бы очень трудно. Я от всей души, от всех матерей говорю большое искреннее спасибо этому золотому сердцу. После минуты молчания все участники мероприятия возложили цветы к символу памяти павших вечному огню. Живые цветы легли к пилону сыновьям Отечества с честью выполнившим свой воинский долг. Родственники невернувшихся из боя воинов и тех, кто по сей день защищает страну, стали почетными гостями на открытии фотовыставки в картинной галерее Славенска на Кубани «За мир, за правду, за победу», посвященной специальной военной операции. И сегодня мы открываем с вами в зал картинной галереи выставку фотографий, который уже является документальным свидетельством. По окончании данной выставки все фотографии будут спереданы в фото музея, они уже сейчас считаются экспонатами, будут приняты на учет и хранится в фондах музея как документальные свидетельства этих событий. Благодаря фотохронике посетители выставки увидели, как устроена жизнь солдат в зоне СВО. Эта выставка – яркий символ того, что славянцы постоянно думают о войнах и ждут их с победой. В здании историко-краеведческого музея участники мероприятия познакомились с его экспозицией и выслушали рассказ об исторических событиях, героями которых стали наши земляки. Личные вещи, павших смертью храбрых, в специальной операции были переданы в фонд музея. Мы в дар музея в знак увековечивания наших ребят, которые погибли в 21 веке, которые защитили наше голубое небо. Вот эти вот экспонаты от наших ребят. У нас сегодня родители, ну вот, да, все экспонаты подписаны. Елена Шумнова попросила, чтобы о погибших славянских героях рассказывали на музейных экскурсиях. Любовь к отчизне, к малой родине, мужество и чувство долга – это и есть самая надежная и прочная основа жизни человека. И все эти духовные ценности передаются из поколения в поколение. Так мы и живем, равняясь на героев и воспитывая их на примерах своих детей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин